Всем привет, с вами Тома и в этом видео я хочу рассказать о некоторых пони новостях за прошедшую неделю. My Little Pony The Movie. Вышел второй большой трейлер пони фильма, ссылку на который вы можете найти в описании. Много новых кадров от показа наиболее спойлерных, я воздержусь. Также по трейлеру четко видно, что нас ждет очень музыкальный мультфильм с большим числом песен и танцев. В подтверждение этому опубликовали список композиций саундтрека фильма, который поступит в продажу 22 сентября. 13 треков от самых разных персонажей. Песня Rainbow в исполнении Сия зарелизилась чуть раньше, ее уже можно найти в сети или приобрести копию на iTunes. Также стремительно появляются сведения о ранних показах в некоторых странах. Ряд кинотеатров США, Германии и Франции покажут фильм уже в выходные 30 сентября-1 октября. А еще в Германии 4 октября проведут специальный вечерний показ для фанатов с оригинальной английской озвучкой. Даже дали название этому мероприятию «Broni Day Preview». Думают перед премьерой и о младшей аудитории. По ссылке в описании можно найти незатейливый, но симпатичный пони-креатор с рисовкой из полнометражки. И очередная еженедельная подборка новых постеров по фильму, на этот раз в стилистике американских комиксов. Восьмой сезон. На конвенте Хаскон показали аниматик из стартовых серий восьмого сезона. Следующий скриншот будет очень спойлерный, так что перемотайте секунд на 7 вперед, если не хотите портить себе сюрприз. Пони-ферма от Gameloft. На этой неделе закончилась первая социальная часть акции, сразу же началась вторая, где можно побороться за новые красивые призы. Также после старта второй половины ивента стали доступны и следующие одиночные квесты. Теперь мы собираем жетоны не на пони, а на магазин «Жуткая пещера». Интересной особенностью этого обновления стали наборы за камни. В них со существенной скидкой можно купить новых пони, нужных для акции, и новый декор. Кроме того, уже целиком известна остальная часть квестовой линейки, включая битву с медведицей. И, как вы видите по скриншотам, она будет суровой. Чуть подробнее об этом можно посмотреть в отдельном видео на канале. И еще один новый код на 20 камней – Shadow. Legends of Equestria. Как и ожидалось, старт игры в прошлое воскресенье прошел достаточно сумбурно. Желающих поиграть было слишком много, и с нагрузкой не особо справлялись ни сами сервера, ни даже сайты форум-проекта, где многие пытались зарегистрироваться и скачать клиент. Особенно грустным выглядело сообщение, гласившее, что тот или иной сервер достиг максимального числа игроков, и чтобы зайти в игру, приходилось полагаться главным образом на везение. Однако уже к ночи понедельника число серверов увеличилось с двух до пяти, и проблема переполнения решилась. Но в последующие будни зайти в игру и вовсе уже не составляло труда. Вот некоторые из новинок, которые удалось заснять в игре за это время. Новые NPC, Грифон и Ябабага. Новые красивые и опасные мобы. Внутренние интерьеры школы единорогов. Атмосферное кладбище. Локация данж Брамбл Вудс. И новый питомец Черепаха. Также, наконец, заработал журнал заданий, по-новому переформировали ветки умений и добавили перекраску носочков и некоторых других предметов. Кроме периодически выкидывающих серверов и прочих лагов, многие игроки столкнулись с проблемой взросления. Квест на получение специализации и кьюти-марки дает ваш стартовый учитель после прохождения предыдущих обучающих квестов. Новые стримы по этой игре у меня в ближайших планах, так что следите за каналом на вкладке подписок. Новости игрушек. В прошлом выпуске я уже рассказывала о неком перезапуске бренда Equestria Girls и новой коллекции больших кукол My Little Pony Equestria Girls Classic Doll, которых презентовали на конвенте Хаскон. В первый день кукол показали только со сцены, а в последующих уже можно было рассмотреть в витринах в холле. Эти фотографии вы сейчас видите на экране. Кроме кукол были на конвенте и другие новинки – Twilight Sparkle и Tempest Shadow из фан-серии Guardians of Harmony и большая светящаяся Tempest. Стала ясна судьба гиппогрифа Skystar и парой других фигурок, о релизе которых мы гадали еще с февральской выставки игрушек. Все они будут в новых парных сетах. Skystar, Spinky Pie, Songbird Serenades, Twilight Sparkle и Capers Rarity. Продажи на Западе они должны поступить в октябре. Появились фотографии новых пони-модниц на новом молде, продолжение коллекции с платьями с Галла и Коронации. Творческий набор с Twilight Sparkle и Rainbow Dash My Little Pony Chromies Color & Collect включают фигурки для раскраски, маркеры и наклейки. Очередное переиздание пони Monopoly и поняшки для ванных, процедуры, мыло и пенка, шампунь, кондиционер. Новинки в магазинах. В сетях кораблик и дочки-сыночки, а также на Озоне появились новые одиночные Эквестра Girls Minis. На витре Toys.ru и Toys.ru появились пающий дуэт Twilight из Пайка и гиппогриф из линейки Guardians of Harmony. В одном из локальных магазинов игрушек был замечен бутик-карусель из четвертой волны коллекционных мини-фигурок Friendship is Magic Collection. Но неизвестно, был ли он официально импортирован и какие у него шансы на появление в других местах. Продолжают появляться фотографии новых паззлов от Оригами, в том числе по пони-фильму. В этом году Роузман, кроме творческих наборов, планировал выпустить серию товаров для вечеринок. Праздничные свечи с цифрами и просто в виде пони уже поступили в продажу. Пони-книги. Опубликовали превью книги The My Little Pony Movie Adaptation с своеобразным пересказом фильма в форме комикса с использованием скриншотов картины. Продажу издания поступит 26 сентября. Судя по некоторым источникам, к выходу пони-фильма в газетных киосках должен появиться новый альбом для наклеек от Панини – «Мой маленький пони в кино». Всего в коллекции для вклеивания в альбом 204 наклейки. Из них 144 базовые, 24 фигурные, 24 радужные и 12 специальных. Коллекция будет в продаже с 5 октября по 30 марта. Рекомендованная цена альбома 200 рублей, пакетика на 5 наклеек 35 рублей и блистера на 7 пакетиков 220 рублей. На российской версии сайта Панини пока информации о новых коллекциях нет, так что ждем подтверждения этим данным. Подтвердились догадки о втором большом пони издании, за которое взялось издательство АСТ. Это книга этого года Ultimate Guide. В русской локализации «Мой маленький пони» полная энциклопедия Эквестрии. Ориентировочная цена нашей версии книги 750 рублей. Пока данная энциклопедия все еще находится в работе, несколько новых книг от АСТ уже вышли из печати и скоро должны начать появляться в магазинах. Это книги по пони-фильму. «Мой маленький пони. Долгая дорога к контролоту», «Мой маленький пони. Официальная новолизация» и «Мой маленький пони. Разноцветные приключения. Книга для творчества». Также среди проектов появилась многими долгожданная книга о лире и бонбон. «Мой маленький пони. Лира, бонбон и пони в черном». Обложки пары книг, которые выйдут на западе 3 апреля. «My Little Pony. Ponyville. Mystery Scursed Crusaders» и «My Little Pony Beyond the Quest» Официальные комиксы. Вышло превью шестого номера «Legends of Magic» с представлением последней легендарной пони «Мидоу Брук». В превью, как обычно, три странички. Пони-мероприятия. Если вы смотрите это видео утром в воскресенье и живете в Москве, то у вас еще есть шанс попасть на мультифандомный фестиваль «Эверфри», который проходит 17 сентября в Гластенбери Паб. Расписание для обоих этажей и карту мероприятия вы видите на экране. Это все пони-новости, о которых я хотела рассказать. До встречи на следующей неделе. С вами была Тома. Пока!